Песка 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 Плюс Минус И больше Эту сторону Мы уже подняли Тут До 40 сантиметров Надо было Где 40 45 То есть Центра Сильно много Песка Тут Мы уже Насыпали Отбили уровнем Примерно Оно Песка нам хватит Ну и эту Ю сторону добиваем эту сторону добьем тут уже мало осталось где комната и будем приступать к заливке мы уже установили все эти по заливали стоевые основные трубы сильно крепкая держится очень хорошо трубы тоже не маленькие но вот как здесь стенка 8 миллиметров здесь стенка миллиметра 4 из хорошие все трубы толстостенные отлично это все основные трубы несущие ну а здесь уже будет перегородка там грубо говоря что поросят они перебегали на калитке тоже уже есть материал то есть материал на клетке можно сказать почти что весь есть но почти что там уже что не хватит именно по материалу по металлу то уже будем потом докуплять по месту и по факту ну а сейчас друзья от этого мы занимаемся возим уже получается подряд четвертый день 4 день саня грузит я вожу 4 день подряд вот это все засыпаем засыпать очень много ну засыпем потом уже последует заливка заливать будем сами будем колотить будем делать из гранат сева гранат сев цемент и заливать будем на полистирол и пленку полистирол для того чтобы теплые были полы пленка чтобы не тянула всякую сыр и славу и так дальше будем давать тоже сейчас будем давать кормежка вот 15 дней поросятам 15-16 надо что-то решать и кормлю я хорошо это я насыпаю чай чаще и все равно высмактывают и он бегает за ней не дают ей прохода вообще видите она уже их покормила подорвалась и все равно они за ней бегают квадрат но это кормит тоже хорошо вроде бы не белый за ней сыпь и значит так будем давать это ну саней выровняли все наши подсыпки засыпки все бугры песчаные смотрим кое-где надо еще поднять вот в этом месте чуть-чуть по над стенкой и в этом месте чуть-чуть по над стенкой а так в принципе насыпи нам хватает дальше мы будем снимать вот эту опалубку шалевки которая была на центральном проходе и и переставлять сюда к трубам переставляем сюда по отмостку на трубы и заливаем клетки эти 25 сантиметров оставляем потом прольем только донышки и все и будут такой такие желобки 25 там на 12 где-то такие под уклонном идти также мы погрунтовали уже основные вот эти стойки перед тем как выравнивать песок погрунтовали два раза жирным слоем грунтовкой чтоб не так брал брали с трубы коррозии тут а даже многовато песка надо убирать да вот этот угол часть чуть-чуть уберем тут а нормально вот эта часть и переставляем отмостки и уже смотрим по ситуации каждую клетку индивидуально и каждую клетку будем индивидуально заливать заливка будет не быстро потому что на полистирол на пленку надо будет аккуратно заливать а нас придется ходить по полистиролу ну по чуть-чуть понемногу понемногу и будем так заливать решили почему мы решили не жбк миксер нанимать а сами ну потому что во первых дешевле будет и во вторых будем делать хороший процент цемента что был хороший бетон гранат все нормально будут и нам спешка да не нужно нам грубо говоря залить туда клетки нас уже на перегородку сыне сделать там перегородку и разваривать клетки то есть мы сильно так чтоб спешить мой быстрый быстрый не спешим так вообще никто не гонит и делаем для себя вот на перегородку у нас газоблок есть я думаю кто смотрит знает двери уже есть и одни и вторые окна есть только надо ставить металл тоже есть и трубки ну те большие трубы мы уже помонтировали тут поставил еще на другой 40 хватит и там он металл есть еще привезут то есть по металлу будем уже смотреть по факту где хватит но тут а получается по центрам а тут одесса не в районе 45 сантиметров поднимали даже в этом месте наверное полметра есть даст а вот тут одета полметра яма была засыпали возили конечно тяжелая работа этот песок ну еще осталось грубо говоря с тяжелых работ это только залить все клетки а там уже когда мы зальем клетки поставим окна закроем все дырки уже не так сквозняки будут работать свет сюда кинем временный пока и будем варить потихоньку клетки саня сегодня у нас уезжает на выходные домой говорит приеду через через три четыре дня до понедельника просто будете свидетелями ну а так а потом дальше будем заниматься уже освещением по освещению у нас уже приобретаются потихоньку все люстры но плафоны проводку надо закупить выключатели закрытые и так дальше здесь я планирую вот эти именно вот крайние вверху две клетки вот это и вот это тут будут стоять станки станки для опороса пока по сделаю в двух клетках свиноматка сразу они тут постоянно будут свиноматка будет стоять в станке перегнал там до опороса за неделю за 2 ну и тут бегать маленькие поросята бак для воды буду ставить вот здесь по центру вверху у меня есть на 330 литров и сделаем через фильтра воду на все клетки через фильтра буду делать однозначно потому что забиваются поилки часто надо чистить хоть даже со шква со скважины вода чистая будет попадать в бак и потом из бака типа на поилке все равно но в баке то водоросли какие-то то еще что-то что-то будет ну то есть лучше через фильтра сделать это все ну а здесь будут тут не клетка получается здесь будет бытовка бытовка комната здесь будет котельная котельной какую-то тачку тут поставить там я знаю бочку какую-то еще что-нибудь такое эту тачку новую бережем на но ну грубо говоря убирать на основном сарай вот так друзья вот такие у нас пока мест на таком этапе стоит сильно да там нет такого бу бу залили бу бу клетки она все не быстро и объемы не маленькие поднять песком это нам обошлось сколько дней чтобы навозить только песка но поднялись сейчас будем уже готовить под заливку каждую клетку опалубку ставить и заливать покрутим эти все то есть а так как то и будем решать все по мере поступления и по крыше спрашивать крышу мы будем пенопластом утеплять так сама как и стены и внутри чем-то покрутим вытяжки вот эти вот потому что они вот даже мы тут а сами находимся тяга идет его сильно аж сквозняк идет через них снизу туда вверх сквозняк мы будем ставить такие типа задвижки надо вообще забвинул ее надо на половину открыл вытяжку надо там одну треть только открыл ну то есть вот такие будут задвижки потому что сильно большая тяга уже сейчас ощущается тяга тут меня даже немного тут и протянула просклозила тяга очень хорошая именно сюда вверх и тесть сегодня зашел город вы что-то делаете сильно туда тянет у вверх прикрывайте чем-то ну то есть по-любому сделаем задвижки если тут будет сильный аммиак там чуть-чуть отодвинул там сделал больше то есть сделаем такие типа как салазки по бокам и она будет задвигаться выдвигаться сколько мне надо хоть там 10 сантиметров оставить вытяжки 20 25 30 то есть по-разному я наоборот хорошо что их 3 этих вытяжки чтобы было немало тут не будет сырость сырость аммиак не будет стоять и сам аммиак весь запах по потолку подниматься будет у вверх то есть преимущество в такой крыше и в таком потолку тем что весь запах подымается вверх и уходит а когда вытяжки только по бокам трубы ну допустим как у меня он там маленьком сарае там вытяжки сбоку пробиты дыры и трубы раньше стояли я их поснимал не так она вытягивает а когда вверху ну как на ферме вот старая ферма у них верху были вытяжки конечно эффект есть поэтому в чем преимущество такой крыши и также мы хотим сейчас по замерять какие тут а трубы и поразваривать все верха труб поразваривать закладными поразварим эти трубы закладушками те которые торчат со стен и по убираем все наши временные растяжки что мы цепляли для перестраховки потому что колбаса получается длинная длина сарая 16 метров ширина 8 метров и перевяжемся между ними и все и начнем потихоньку работать отопление хочется сделать колонку ну следующий этап это нам надо колонку пробурить чтоб здесь была вода что воду сюда не таскать то есть колонки набрали в бак бака туда почему я так потому что часто выключает свет свет выключили бак набратый не переживаешь бак по-любому я думаю надо и уклон на каждой клетке по бетону я буду делать небольшой уклон то есть тут у меня длина клетки 3 метра ширина 2 вот мы сделаем где-то по два сантиметра на метр уклон то есть 6 сантиметров на три метра уклон максимальный мы сделаем я делал предыдущем сарае больше дело на 3 метра и 10 сантиметров делаю чуть чуть больше свиньи ску им скорость к падают постоянно на получается как горка не очень то есть практично но и так будет стек мочи если будет там 6 сантиметров на клетку перепад будет стек жижа отсюда потечет ну матча густой будем убирать сами сюда вышкребать лоток в тачку и вывозить тут основном сарай для свиноматок просто я решил вот в эти две первые клетки поставлю станки сюда и сюда во первых чтобы сама свинья не контактировала с профлистом не там не там ну а где маленькие поросят они сантиметров 50 зашел наверно о избежать им было там хорошо они будут бегать то есть лампа будет висеть будет нормально когда она поросилась прошел месяц отъем поросят произошел забрали ее в другую клетку а сюда там следующую кто перед опоросом то есть пока планируют 2 сделать со станками но будет и без станков потому что у меня есть свиноматки и без станков хорошо справляется есть она и хорошая все но уже сильно большая если там делаешь ставишь железо поросятам берешь поросят она подрывается кричит и здоровая опасная очень поэтому станки по-любому надо ну и со станками проще когда опорос идет она не такая агрессивная станку не будет на тебя накидываться поросят хватать не будет то есть много преимуществ станках а так друзья такой коротенький видос снимать особо там фанфары вот мы сделали клетки поварили перегородка окна поставили такого еще нету но что есть то и показываем пока может кому интересно именно по этап но как мы делаем как будем трубы как залили трубы теперь сделали засыпку и дальше начинаем заливку все всем пока вот такой факт вчера налил полную бочку воды 50 литров вот сейчас 5 часов вечера все они бьются за воду воды не было поэтому по-любому мне надо в том сарае делать через бак воду если свет отключаю чтобы у баки была вода у нас такое часто случается поэтому лучше как лучше это не маленькие еще более менее вообще если так одна поилка в клетке и там что 56 там новом сарае то будет бойня у меня когда-то такое было что вода забилась я не заметил целый день не было воды потом я почистил по югу так они тут такое вытворяли и по этим поросятам но эта кнопка у нас маленькая на изначальный было а все так более-менее одинаково что я заметил они очень длинные становятся то есть растут не вширь а в длину сильно длинные какие-то все поросята становятся очень длинные таких у меня еще не было что такие длинные это именно канторы чистый дырок чистый патрэ в длину пошли кто она хорошо что в длину они потом то наберут вес это очень хорошо ну то есть я заметил для себя какие-то они очень длинные именно со всех поросят что у меня были длинные но это хряк длинные у меня и тренка штан вот поэтому они у него и пошли длиной посмотрим еще те короткие будут что у него вообще один в один как петрены посмотрим какие те будут именно по длиннее так же сама такая же ситуация выпили тазик воды налил ему тоже за поилку бойня развивал не добавил вовремя но это еще так не сильно бойня но все хотят пить еда то у них есть постоянно бункер видите тут того там это того эти не такие длинные а те канторы вообще в длину эти ну нормальные но не длинные как кантов да это свинка по моему на самая светлая уши торчат ну конечно весик у них хороший уже